Встреча ветеранов РПЗ с руководством округа Ираминской областной больницы прошла в ДК «Сатурн». Задать вопрос можно было напрямую. Елена Жаркова, председатель организации, саккумулировала некоторые темы, волнующие людей, заранее. В частности, запись к узким специалистам. Просто прийти к врачу и сказать, вот я считаю, что у меня сахарный диабет, да, к эндокринологу. Вы же понимаете, что это, ну, мягко говоря, просто разговор, да. Врачу-эндокринологу нужно прийти, как минимум, сдать общий анализ крови, сдать сахар крови, сдать общий анализ мочи, потому что нужно посмотреть, какой уровень сахара в моче. Поэтому вас обследуют на этапе, так скажем, первичном этапе, вас будет обследовать врач-терапевт или врач общей практики в зависимости от проблемы. А затем он будет уже отправлять на консультативный прием к узкому специалисту. Те пациенты, которые стоят на диспансерном учете у того или иного специалиста, например, с сахарным диабетом, да, у них в системе стоит специальный значок о том, что он на диспансерном учете. И у этих людей на портале государственных услуг появляется возможность самозаписи к этому специалисту. Как я поняла, вопросов просто много было по узким специалистам. Нам, чтобы попасть в терапевту, нужна неделя, другая, а потом две недели, а потом мы еще месяц ждем записи к узкому специалисту. Мы люди все возрастные. У нас помимо того, что ведут приемы врачи-терапевты, доступные в самозаписи, у нас еще есть врачи, которые ведут прием по принципу живой очереди. Правильно я говорю? Поликлиника номер один на Крымской обслуживает 60 тысяч человек. Здесь работает 21 терапевтический участок. Заведующая Ирина Леонова пояснила, что дежурный врач принимает в поликлинике даже во время обострения общей заболеваемости. Записаться к терапевту бывает, бывает сложно, потому что у нас иногда бывают подъемы сезонной заболеваемости вирусными инфекциями, и мы наших врачей всех дружно отправляем обслуживать вызовы на дом. Но при этом мы помним, что тем, кому нужно посещать поликлинику без записи, всегда нужно дать доступ. И у нас всегда работают, дежурят специалисты-терапевты. Меня интересует, будет ли, планируется ли, вернее, закрыть ФАП в микрорайоне Холодова, которым я лично пользуюсь. И от лица всех микрорайоновцев Холодова я считаю, что хотелось бы оставить его и никогда не закрывать. Нам очень удобно. Присутствие главы округа раздвинуло рамки медицинской темы. – Петр Валентинович, хотел задать вопрос. Четыре года идет у нас разбор строительства между мостом Саконова и напрямик, на Лесной. – Да. – Что у нас там? – Идет плата за проезд, 40 или 80 рублей, для того, чтобы переехать этот переезд, не ожидая электричку. – Отстаивая интересы жителей, считаю, что они должны иметь льготу и не платить за это. Я сказал, вот мое условие такое, что 4,5 тысячи человек должны получить транспондер, так называемый, по которому они должны бесплатно ездить. Ряд заранее заданных вопросов касался медицинского обслуживания за линейной части города. – Мы вошли в программу, сейчас проводится уже, подготовится проектно-смертная документация по реконструкции здания бывшего родильного дома, который расположен на высоковольтный дом 4, под смешанную поликлинику. То есть мы откроем там смешанную поликлинику, которая будет вестись одновременно и прием взрослого населения, и детского населения. Я прекрасно понимаю, что есть определенная, так скажем, географическая проблема по доступности, поэтому эту тему мы отработаем. Кроме того, среди вопросов был вопрос о тяжелом оборудовании. Мы продолжаем реформировать, так скажем, свой парк оборудования тяжелого. То есть это рентген, это флюорографы, это КТ, это МРТ. Все это сейчас потихонечку будет переводиться с аналогового языка на цифровой язык. Безусловно, любая информация, которая улучшает жизненный уровень нашего населения, она очень актуальна. Но вот сегодня я выхожу сюда с информацией о возможности бесплатных оздоровительных мероприятий в санаторном направлении. И у нас есть уникальная возможность отправлять наших пациентов, пожилых в том числе, на реабилитацию в санатории «Озёра» деревни Тарбушево, где великолепная база идёт. И наши жители могут бесплатно там, в общем-то, пролечиться. Встреча длилась полтора часа. На ней присутствовали более ста человек. Все заданные вопросы руководители взяли на карандаш. В ближайшее время запланировано ещё четыре встречи с руководством Раменской областной больницы в разных населённых пунктах округа.